В последние годы мы начали заниматься внедрением посадочного материала под реконструкцию виноградников. Начали внедрять импортные саженцы, высаживать саженцы производства Италия, фирма Раушеда. Это довольно знаменитая фирма в Европе, не только она выращивает для Украины эти саженцы, а для многих винодельческих предприятий в тех государствах, где это виноделие развито. Сейчас, кстати, в последние годы очень большими темпами и причем успешно начинает развиваться виноградарство в таких государствах, как Австралия, когда они там вообще даже не знали, что такое виноградники. Такие государства, как Соединенные Штаты Америки, которые начали сейчас прямо такую государственную программу включили развитие виноградарства и виноделия. Да и многие другие государства, которые никогда, в принципе, этим не занимались. Ну и такие аборигены, скажем, в этой отрасли, это Испания, Италия, Франция, Германия. Государства, которые на самом деле высочайшего уровня винодельческая продукция выпускается. И, конечно, они приобретают саженцы, не все, но отчасти приобретают вот в этой фирме Раушеда. Хотя Франция тоже занимается тоже своим выращиванием на своей территории своих саженцев. Ну, мы вот решили с итальянцами посотрудничать, насколько, как у нас это получится. И вот на протяжении уже последних, ну, скажем, уже не 4 года, а 5 лет, у нас первая посадка была, это 7,5 гектаров в селе в Солнечногорском. Мы взяли, посадили для эксперимента 4 сорта. 4 сорта это Мерло, Каберне, Сира, есть такой сорт, так, и Пинагри. Пинагри. И вот мы попробовали, на этом участке построили капельное орошение, создали все условия для того, чтобы посмотреть, насколько будет итальянский посадочный материал, насколько будет адаптирован в наших условиях. Потому что в Италии погодные условия совершенно иные, чем у нас. Если у нас в среднем год, среднегодовое количество осадков не превышает, ну, скажем, там 700, 600, в лучшем случае бывает 800 миллиметров, вот, то у них 1200 это нормальные среднегодовые осадки. 1000, 1200, то есть там довольно влажный атмосферный климат, что дает возможность, конечно, более благотворно заниматься виноградарством. У нас и почвы отличаются, и сам климат. У них там, ну, это юг Италии, если брать, это северная Италия не занимается виноградарством, юг Италии. Так вот, на юге Италии, говорю, влажный климат, мягкий климат вполне пригоден для выращивания винограда, для виноделия и для выращивания посадочного материала. У нас же более такой жесткий, хоть и считаются тропики, но сухие, вот, не влажные, сухие субтропики наши эти. Поэтому в этих условиях, в жесточайших, засушливых, как этот саженец итальянский, как он будет себя вести? Вот на протяжении пяти лет мы наблюдаем, ну, в принципе, пока благоприятно, но тут еще и вторая задача стоит, насколько этот саженец адаптируется, и насколько из этого сорта, выращенного у нас на территории Южного побережья, насколько будет марка вина соответствовать уровню, не сколько уровню, а соответствовать требованиям классического виноделия, вот, можно выразиться так. Потому что Массандр занимается именно виноделием по классической схеме. Поэтому, насколько это будет соответствовать? Ну, на это уйдет не одно десятилетие, поэтому трудно сказать по результатам пяти лет. Трудно сказать по результатам пяти лет. Ну, первое, 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 значит, вот мы сделали пробные партии вин в прошлом году, из каждого сорта в отдельности по мелким партиям, но это очень сложно, это нужно просто заниматься, это научная работа, это нужно время, это мелкие объемы. Когда идут большие объемы, виноделу просто некогда этим заниматься. Но, тем не менее, он попробовал, провели дегустацию, ну, скажем так, где-то, может быть, упустил, где-то, может быть, недоработал. Ну, пока первоначальная оценка, средний уровень, средний. Если большие объемы, когда ты ему уделяешь уже полностью, всю технологическую, всю технологию, все внимание, тогда, возможно, может получиться и более высокий результат. Но, тем не менее, эти саженцы заслуживают внимания еще и по тому параметру, что они абсолютно чистые от вирусных и прочих заболеваний. Вы имеете в виду вино? Да, да. Значит, идет там по нескольким параметрам. Первое идет по цвету. Второе, по насыщенности конструктивных вот этих веществ, то есть по полноте, по полноте самого напитка. Третий момент, значит, по букету. То есть, тона какие, чем больше тонов всевозможных, тем богаче напиток. Следующий момент. Ну, в основном, вот по этим параметрам, ну, еще и, скажем, ну, не буду фантазировать, достаточно уже вот этого. То есть, вот это основные параметры. То, что вы говорите по химическому составу, это делается уже лабораторные анализы. Да, это уже лаборатория этим занимается. Но по результату дегустации всегда берется органолептические оценки, плюс визуально и плюс уже букет там и прочее все. Химический анализ мы не производили. Мы сначала пробовали именно по пригодности данного сорта, данного клона итальянского в наших условиях для нашего виноделия. Вот вкратце. Еще один параметр, почему мы пошли по этому пути, я назвал изначально, это, значит, фитосанитарное состояние самого саженца. То есть, непораженность его всевозможными вирусными и прочими грибковыми болезнями. Украинский производитель не может сегодня нас удовлетворить качеством подобного посадочного материала. Поражает.